Евреи, исполняя постановление закона, приходили в общение с Богом. О чем идет речь? Синайский закон имел две ступени. Первая ступень – это ритуальная чистота. Вторая ступень – какая? А? Нравственно. На эти ступени нужно было становиться для достижения чего? Общения с Богом. Был ли смысл становиться на ступень ритуальной чистоты, если ты не собирался общаться с Богом? Какой смысл? Сюда приходим мы для чего? Для того, чтобы очиститься, чтобы можно было иметь общение с Ним. То есть, евреи имели путь, по которому они приходили в общение с кем? С Богом. А мы имеем путь новый и живой, который приводит куда нас? Туда же. Проблема заключается в том, что мы были сосредоточены на синайском законе, как на неком исполнении правил, абсолютно непонятных, иногда, мягко говоря, выглядящих очень дико. Ну, что это за зверство убиения животных? Кому эта церковь нужна? Зачем? Реки крови, туши паленые и так дальше. Какой смысл? Но когда мы сосредотачивались на этом, мы не понимали, что эти люди делают это для того, чтобы прийти в общение с Творцом. Они стремятся туда, они готовы платить цену для того, чтобы прийти в общение с Творцом. И это очень важные вещи для нашего понимания. Понятно, да? Еще раз, понятно, нет? И выполнение этих правил и постановлений без того, чтобы верить, было абсолютно абсурдным занятием. И принесение жертв не имело некого магического свойства. Если я принес вот именно так, именно в это место, то он уже обязан принять. Ну, не может не принять. А он говорит, слушай, кто вас вообще просит приходить сюда? Кто просит топтать дворы беззакония и празднования? Он говорит, я не принимаю. Ваши жертвы отвратительны мне. Он обращает внимание на состояние души человека и того, куда он приходит. Он приходит к идолу, который должен ему помочь? Или он приходит в общение с Творцом? Понятно, о чем идет речь? И Бог, Он вступает во взаимоотношения с человеком, чтобы человек возрастал в познании его и исполнении его воли. Он имеет определенную цель в воспитании человека, взращивании его. И мы видим, что до закона, до Синайского закона, люди жили, в общем-то, как они себе считали правильно. И когда Бог дает им закон, Он говорит, послушайте, когда вы зайдете в землю обетования, вы уже не будете поступать, как каждый считал правильно. Как каждый считал справедливым. Он дает им закон, как они должны поступать и вводит понятие его справедливости. Но при этом Он даже не берется рассуждать о той части, которая в их рассуждении была правильной или неправильной. Он не говорит, вот здесь вы делали правильно молодцы, а вот здесь неправильно не молодцы. Он говорит, послушайте, когда вы войдете, вы уже не будете поступать, как вы считали нужным. Я вам скажу, как он поступает. Он не разбирается со всей старой жизнью. Когда мы приходим к Богу, мы говорим, послушай, папа, вся наша жизнь была бы с тебя неправильной. Ну, вся. А он говорит, нет, сынок, подожди, вот это было хорошо. Вот это было на самом деле плохо. Он не разбирается со всей нашей жизнью. Он принимает нас такими, как мы есть. И говорит, теперь ты должен жить по моим законам. Ты должен понимать, чего я от тебя хочу. Понятно, да? И происходит следующая вещь. Вот есть розетка. Видно, да? Хорошо видно. Знаете, два пальца нельзя туда суть. Ну, вы уже взрослые, вы можете объяснить, что произойдет, если вы туда их засунете. Не убьет. На самом деле не убьет. Мы говорим маленьким детям, что не сунь два пальца в розетки, потому что что? Убьет. Убьет. Некоторые говорят, убьет. Не убьет. Ударит очень больно, будет очень неприятно, но не смертельно. Понятно, да? Мы понимаем, что там происходит. Мы понимаем механизм. Отбросит очень далеко. И охота отобьет надолго. Но когда мы говорим маленькому ребенку, мы восстанавливаем некий закон. И говорим, нельзя. Некоторые говорят, не подходи. Не прикасайся. Не подходи. Не притрагивайся. И так дальше и тому подобное. Но с течением времени оказывается, что можно этому же ребенку, можно это делать. Почему? Повзрослел. Но он может руководствоваться неким принципом. Знанием, которое он получил из-за того, что он возрос. Когда он не имел знания, был запрет. Просто не делай все. Стоять. Все. Не подходи. Все. Нельзя. Не трогай. Близко, чтобы я тебя не видел. Но попробуйте сейчас не подойти и не включить. Ну как? Вам просто уже потом дали новые правила, новое постановление. И сказали, что оказывается прикасаться к этой вещи злой и страшной можно. Но используя определенные правила. Итак, запреты существуют. И это уровень чего? Детства, младенчества. Когда ребенок вырастает, мы знакомим его с принципами, которыми он может руководствоваться в своей жизни. Когда ребенок маленький, ему говорят, не трогай и не прикасайся к электроприборам. Так? Не трогай утюг. Потом выясняется, что утюг трогать можно. И даже нужно. Не трогай электрочайник или не трогай чайник. Не зажигай комфорту. Потом оказывается, что можно. Только надо знать, как. И потом руководствоваться этим принципом жизни. Если вы не обеспечите человека определенными принципами для его жизни, то он всегда будет привязан к вам для того, чтобы вы ему говорили, что можно делать и как можно делать. А чего делать? Он будет всю жизнь зависеть только от вас. Он никогда не сможет самостоятельно размышлять. Он будет приходить и спрашивать, что нельзя. Это можно или это нельзя? А вы должны будете ему каждый раз объяснять. И когда ситуация будет не попадать в те правила, которые были до сегодняшнего дня, он должен будет прийти к вам и получить что? Новую инструкцию. Новое правило. Почему? Принцип отсутствует. Итак, что мы видим? Матвея 23, 23. Параллельное место Луки 11, 42. Открываем. Матвея 23, 23. 23, 23 пока открываем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Вы говорите, что даете десятину смятой, а не сайтмина, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Он говорит, слушайте, пацаны, горе вам. Говорит, у вас есть некие проблемы. Вы перевыполняете закон. Ну, не надо десятину смятой, а не сайтмина, вообще давать затруднительно. У вас огород в даче есть? Вы иногда там бываете? У вас там растет петрушечка, укропчик. Растет, да? Вот смотрим на тех, у кого растет. Все остальные завидуют. Так вот, зависть плохое чувство, я пошутил. Итак, вы готовите периодический салатик, когда туда приезжаете. Да. Вы подошли, петрушечки нарвали, укропчика нарвали, порезали в салатик, бросили, а десятину с них заплатили. Заплатили, нет, кошмар. Это вы, у вас нет. Я же к тем, у кого дачка, те, которые, извините, не покупали, а те, которые своим трудом вырастили. Итак, дальше мы видим, а? Да. Так, проблема заключается в том, что этот укропчик вырос до определенного размерчика, а потом вырвали и выбросили. Почему? Перерос. Вы посадили опять свеженький, он там растет каким-то образом, вы его щипаете, потом выбрасываете. Ну, трава, а что с ней взять? Понятно, да? А мяточку вы в чай, если есть, опять-таки, вырвали, покрошили, и опять десятину не воплотили. А были люди, которые ревностно относились к этому вопросу, которые врали и отсчитывали со всего этого дела. Ужас. А представляете, они делали. Они делали. Он говорит, ребята, проблема. Вы за выполнением этих мелочей потеряли, походу, важнейшее в законе. Что он говорит? Суд милости вернул. Как? Говорит, вот так. И он говорит, о чем? О принципах, которые они забыли, потеряли. Говорит, вы вдались в детали, которые не имеют вообще никакого значения, но потеряли за деталями. Принцип. Он приходит, вы своим преданием отменили установление Божие. Кто говорит, дар Божий, тот как бы освобождается от обязанностей, заботится о родителе. Говорит, подождите. Э, алло, араш? Я установил принцип. Почитается, ай, мать. И мой принцип не отменяется, если вы берете у них и отдаете мне. Говорит, все, я уже могу отдыхать. Я тебе, Боже. Бог говорит, нет, 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 ты не понял. Там был какой-то принцип, который ты по дороге потерял. Ты думаешь вот так, а на самом деле ты не понимаешь, чего? Принцип. Люди говорят, послушайте, закон – это 10 заповедей. Я говорю, класс. Я говорю, почему? Почему закон стал 10 заповедей вдруг? Ну почему? Кто определил, что закон – это 10 заповедей? А? Так говорит. Кто так говорит? Где он это определил? Покажите мне, где он это определил. И что он дал? А вы даже не пробовали читать за 20-й главой, 21-ю, 22-ю, 23-ю? Не пробовали никогда? Не давал он всего остального? А он говорит, так, ребята, 10 заповедей особо внимательных, все остальное можно внимания не обращать. Главное только эти 10. Он так говорил? А что же мы взяли и выделили 10 заповедей? Да вы что, серьезно? Левератные браки, а ну произведите оттуда. Закон от чистым и нечистым попробуйте оттуда вывести. Ну, просто попробуйте, я не знаю, может у вас получится, я не возражаю. Начинайте. Попробуйте. Как? Хотелось бы просто понимать, как. Кто вам сказал, что это главное? Какие? Нет, это придумали несколько раньше. Кстати говоря, и не придумали-то на самом деле, а их дали. Но кто сказал, что закон это 10 заповедей, что это все деколог? Кто вам сказал об этом? Где вы это прочитали? Да, 100%. Они входят в закон, но они только и являются законом. То есть, вот это 10, это составная часть всего остального. Но почему мы все остальное сводим к этому 10? Мы уже не сводим, понял? Мы не сводили, это не про нас, это про других, это киевские верующие такие. А мы хорошие, правильно, мы этого никогда не делали. А к чему он сводится? К двум? Множество заповедей. Я не знаю, я тоже не знаю. И что теперь со всем этим счастьем делать? Вот, знаете, есть люди, которые говорят, а я выполняю 10 заповедей, и что вы от меня хотите? Я исполняю 10 заповедей. Я говорю, а отлично, а можете их назвать? А что вы скажете, можете назвать 10 заповедей? В микрофон, пожалуйста. Вы, пожалуйста, откройте 20-ю главу исхода, а он начинает. Возлюби Бога. Возлюби Бога. Подождите, вы нашли там заповедь «Возлюби Бога»? В 20-й главе вы нашли? Не имеет, ну ладно, не имеет другого. Подождите, подождите. Они же там пытаются проверять тебя. Нету такого? Какой ужас. Они говорят, нам такого нету. Нет, извините. Потом. Потом. То и нету, но потом давайте дальше. Не мешаем тебе. Можно не по порядку. Можно не по порядку. Соблюдай день субботний. Есть такая, соблюдай день субботний. Есть. Спасибо. Есть. Две есть. Не убей. Не убей. Не укради. Есть такая? Не убей, не укради. Есть. Дальше. Не лжесвидетельствую. Не лжесвидетельствую. Есть там такая? Дальше. Не желай того, что у ближнего твоего не убора. Есть такая, да? Отлично. Еще одна подсказка. Будете подсказывать за дверью. В следующий раз я вам помогу что-нибудь вспомнить. Я вас спрошу, все будет нормально. Ну все ясно с 10 заправлений. Ну все достаточно просто. Они делились на 4 и 6. Первые 4 регламентировали взаимоотношения между человеком и Богом. Бог один на самом деле. Не сотвори себе кумира, помни день субботний и не вспоминай имени Бога твоего напрасно. Ну про маму с папой надо помнить. Это первая из влока, которая относилась к людям. Ну дальше уже просто. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не выживай, не прелюбодействуй. Все? Просто, да? Просто? Окей. Ну к этому не сводилось. Откуда же взялась идея, что весь закон сводится к 10 заповням? Не зависайте, времени мало. В этом он сказал нам, что принцип, но он не сказал, что это все. Он говорит, принцип, при котором создавались все заповеди закона, был простым. Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Это принцип, который использовался при давании вам всех заповедей. Понятен принцип? Но если это принцип, то это значит все заповеди? Нет. Я прошу прощения. И как оно будет течь? Я скажу, как оно течь будет? Скажите, пожалуйста, ну, давайте будем простыми людьми. Из нас ничего течь не будет. И если из нас начнет течь, то наркоман придет и скажет, я так люблю ближнего, давайте я ему поделюсь своей дозой. Но я же должен того же хотеть ему, что я себе хочу. Правильно? На тебе дозу. Я что, этот принцип взял за основу? Нет, подождите, я взял этот принцип, не желая другому, чего не хочешь себе. Я себе хочу вот этого, и вам желаю соответственно того же. Я пользуюсь тем принципом? Нет, еще раз. Я пользуюсь тем же принципом? Нет, еще раз. Я спрашиваю один и тот же простой вопрос. Я пользуюсь этим принципом? Спасибо. Оказывается, есть Всевышний, который использовал этот принцип и объясняет нам. Послушайте, посмотрите на все мои заповеди. Все мои заповеди создавались мною, а не вами. И я использовал этот принцип. Разница. Это не нам дан принцип, чтобы мы изобретали заповеди по этому принципу. А он использовал этот принцип. А значит, он не сводит все к двум заповедям, а объясняет нам принцип, которым он пользовался. И он говорит, послушайте, принцип, почитая ца и мать, не устраняется даром мне. Исполнение мельчайших подробностей, которые вы себе придумали, а именно платить десятину с того, с чего не надо платить, вы из-за этого потеряли важнейшие в законах принципы. Суд, милость и вера. Вопрос принципов, которые люди не увидели. И когда вы видите принцип, он помогает вам в жизни поступать в том случае, если вы не видите прямого постановления. Но это не значит, что вы изобретаете новые заповеди для других людей. Понятно, да? Здесь понятно? Итак, десять заповедей. Откуда взялись они, и почему именно десять, и почему именно так? Ну, я думаю, что это просто человеческая история. Кто-то может вспомнить еще про скрижали? О, наконец-то! Класс! Ну, вспомнили, что они таки были где? На скрижали. Все заповеди были там, недалеко от того места. Они были на скрижали. Почему важно, что они были там, и почему именно десять? Знамения. Обрезание тоже знамения. Еще раз. Это было что? Знамение. Это знамение. Это был знак. Но в этом не было глубочайшего смысла, сакрального. И очень, что все остальное вдруг стало неважным. Понятно, да? Радуга – это важная часть. Это что? Знамение. Знамение завета. Бог говорит, я вам дам знамение, чтобы вы тоже, глядя, что-то помнили. Аврааму, он тоже дал знамение завета, знак завета. Никто не видит, а он помнит. Где-то вы почитайте дальше. Давайте мы договоримся. Вы меня не будете спрашивать. А где-то это написано? Мы с вами договорились. Я тут что-то говорю, а вы там где-то дома что делаете? Знаете, когда-то я попал в такую историю. У меня, у моей жены сестра, а у нее мужа, и она, они православные. И когда я покаялся в харизматической церкви, я начал читать быстрое писание. Был горячим молодым парнем. И я пришел к ним в гости. Харизмат. А они в иконах все. Я говорю, так. Что это такое? Где это написано? А он такой продвинутый парень был. Говорит, ты все четыре Евангелия прочитал? Я говорю, да. Говорит, а послание все прочитал? Я говорю, послание все прочитал. Говорит, вот дальше что читает, там написано. Так, дальше там написано. Вы прочитайте. Только внимательно. Тот труд, который делаете вы, он незаменим. Вы должны трудиться лично над писанием. И когда вам говорят, проверяйте все по писанию, это значит, вам говорят, взять писание и что сделать? Там в районе где-то 32 главы. СМ8. Возьмите, почитайте. Понятно, да? Очень простые вещи. Но для вас они очень важны. Важны для того, чтобы вы имели такую практику. Читать, проверять, анализировать то, что вам говорят. Сегодня мы видели шикарные примеры. Что происходило на первый шивот. Чудненько. Теперь я надеюсь, что вы прочитаете и утвердитесь. И будете таки знать, что происходило на первый шивот. Мы же еще не разобрали, когда там померло около трех тысяч. Хорошая проповедь была, правда? Про три тысячи хорошая проповедь была? Понравилось? По писанию проверили? Ну, видите. Проповедь давно уже была? Давно? Недавно проповедовали? Ну, хорошо. Будет тогда легко сосвежить, все вспомнить и проверить. Хорошая параллель. Хорошая. На самом деле, хорошая параллель. Надо проверить. Итак, понятно? Десять заповедей – знамение, но к десяти заповедям завет не сводился, равно как и к двум. Это принцип, который нужно понимать. Из-за того, что евреи зачастую не понимали принципа, они вынуждены приходить были и размышлять над созданием чего? Нового правила. И отсюда появилось постановление на постановление, заповедь на заповедь, закон на закон. Почему? Принцип был непонятен. И непонятные принципы производили новые постановления, новые законы и новые правила, которые надо было соблюдать. Понятно, да? Ясно, да? И когда мы сегодня не понимаем принципов, то мы начнем создать новые законы, новые правила. Принципы те же должны быть. Вы знаете, как это ни странно. Есть такое понятие – римское право. Есть такое понятие – римское право. Слышали такое понятие? В основу нашего законодательства положено… Это понятно? Скажите, пожалуйста, а римская империя есть? Римская империя есть? А римское право? Есть. А каким боком Украина к римской империи? Тем, что там были хорошие законы, и оттуда взяли. Хорошие законы? Как вы думаете, мы живем по римским законам? Там же были хорошие законы? Вопрос. Сейчас я вам помогу. А есть страна, которая называется Соединенные Штаты Америки. А оно в основу положило свое римское право? А так, подождите. Право-то хорошее, закон-то хорошее. Что же, американцы глупые? Не, я же спрашиваю. Еще раз спрашиваю простые вещи. Почему? Мы же никакого отношения к Риму не имеем. Принципы. Оказывается, принципы нам шо подошли. И римское право положено в основу достаточно большого количества государств Европы. Уже империи давно нету. То право, как право, как законы, уже не используется. Как бы оно есть на полках, где-то записано. Но есть принцип в правовой системе. И этот принцип взяли и заложили в нашу правовую систему. Понятно, да? Принцип взяли и заложили в нашу правовую систему. Не буквально то право. Не буквально тот свод законов. А принцип. Американцы сказали, а мы в свою правовую систему заложим. Другой принцип. У них есть правило прецедента. Случай, который был раньше. То есть, когда мы говорим, мы используем римское право, мы говорим, есть свод правил, и мы берем тот или иной случай и смотрим, что надо сделать с этим человеком в соответствии с правилами, которые есть у нас, с которыми мы договорились. В Америке по-другому немножко. Есть прецедент, есть присяжные, которые взвешивают обстоятельства всего этого дела и принимают решения. И потом все последующие поколения могут опираться на этот прецедент и выносить решение в соответствии с тем прецедентом, который уже был. И поэтому у них юристы должны быть умные и знать, кто кого где когда судил, кто кого что наделал и использовать те прецеденты для того, чтобы оправдать или осудить. Другой принцип. Понятно, да? То есть, оказывается, мы можем брать принцип суд, милость и вера, который был заложен то, к чему все сводилось. Возлюбить Бога всей крепостью, всей силой и всем разумением и возлюбить ближнего, как самого себя. Не делать другому того, чего мы не желаем себе, и понимать, что весь Новый Завет лежит, основываясь на каком-то другом принципе? Нет. На том же самом принципе суд, милость и вера. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Мы являемся последователями человека, который сказал не делай другому того, чего не хочешь себе. Мы являемся последователями этого парня? Да? делили? Делили? Делили это сказал? Вы просто не совсем в курсе были, что не один Ишов это говорил. Был еще один парень, который это сказал, который жил не в Новом Завете. Он жил не в Новом Завете. Он жил в Синайском Завете. Но он знал, что Бог не желает, чтобы человек делал что-то другому, чего он не желает. Он говорит, я знаю, Бог не хочет этого. Вы знаете известную историю про две школы, Гелеля и Шамая, как один человек пришел, Шамая говорит, слушай, ты мне можешь рассказать всю Тору, стоя на одной ноге? Тот его обругал, побил и выгнал. Тогда он пришел к Гелелю и говорит, слушай, а ты мне можешь рассказать всю Тору, стоя на одной ноге? Могу, возлюби Бога, все силы, все крепости он изменит и не делай другим того, чего не хочешь себе. Рассказал. Иди и все остальное комментарий. Он понимал что? Принцип. Он понимал принцип, заложенный в вам всем. Теперь, если мы, будучи в Новом Завете, приходим к букве закона, начинаем выдирать заповеди, заставлять других, толковать, расчленять закон, это значит только одно, мы не поняли принципа. Нам не нужно апгрейдить закон, нам нужно понять принцип. Закон был дан для того, чтобы объяснить людям принцип. И что, приходил и говорил, послушайте, вы принципа не поняли. Говорит, слушай, твои ученики срывают колосья. Говорит, вы не поняли, что значит, милости хочу, а не, жертву. Говорит, вы не поняли. Говорит, ты исцеляешь в субботу. Говорит, о, ребята, вы не поняли, кто для кого, суббота для человека или человек для субботы, вы не поняли, чего? Принципа, вы хотите исполнять какие-то постановления, не понимая принципа. Мужа голову сломать, руку, ножку разбить, что-нибудь сделать глупое. Говорит, но вы же нормальные люди. Говорит, если у вас овечка упала в яму в субботу, вы же ее что, достаете? Нормально? Никаких проблем? Говорит, а если я, дочь Авраамы, которая была связана, то я, значит, плохо поступил. Да? Говорит, вы не поняли, чего? Принципа. Поэтому ключевой момент, который мы должны понять, глядя в Синайский закон, принципы, которые Бог открывает. И Бог желает, чтобы мы понимали принципы и могли жить, руководствуясь принципами. Если мы не поймем, то мы будем всю жизнь привязаны к людям, которые должны и для нас будут создавать новые правила, новые постановления, или мы сами станем такими людьми, которые будут это делать для себя и для других. И тогда мы будем использовать закон беззаконно. Говорит, а закон добр и хорош для тех, кто законно употребляет его. Он добрый, хороший, и в нем заложены правильные принципы. Суд, милость и вера. Понятно? Понятно. Ну и мы сейчас подойдем к заключительному занятию. К новому свету. Перерыв. Итак.